Британская звезда стала известной в 2009 году. Сьюзан Бойл победила на шоу Британия ищет таланты. Раньше исполнительница рассказывала, что за 53 года своей жизни она даже ни разу не целовалась, что уж говорить об интимной близости с мужчиной. Правда, в 53 года счастье нашло и Сьюзан, певица встретила мужчину, с которым начала строить романтические отношения. О подробностях интимной жизни Сьюзан предпочитает умалчивать. Но Сьюзан Бойл не самая знаменитая девственница Британии. Звание настоящей королевы девственницы носит королева Англии 16 века. Решение не расставаться с невинностью английская королева приняла из любви к трону и стране, Елизавета понимала, что наличие мужа, короля Англии, навсегда лишит ее безграничной власти. Конечно, отсутствие мужа не означает отсутствие любовников. Но в пуританской Англии прошлого об этом боялись даже думать. Все амурные похождения королевы были известны лишь придворным, а те, боясь за собственную жизнь, благоразумно не кричали о личной жизни Елизаветы. Орлеанская дева, национальная героиня Франции, после сожжения на костре в возрасте 19 лет осталась в памяти людей как самая знаменитая девственница в мире. Одна из самых ярких оппозиционных политиков современности, Валерия Новодворская, по собственным словам, осталась девственницей до самой смерти, она скончалась в 2014 году в возрасте 65 лет. Правда, секс никогда не интересовал Валерию, она говорила, секс, это занятие не слишком увлекательное. Это скучно, я читала. Актриса суперпопулярного сериала Друзья в реальной жизни очень отличается от своей героини Фиби, Кудроу сохраняла чистоту и непорочность до встречи со своим мужем. Надо заметить, что поженилась пара, когда Лизе было 32 года. Через три года у пары родился сын Джулиан. А беременность актрисы была обыграна в сериале Друзья, ее героиня Фиби выступила в роли суррогатной матери для своего брата Фрэнка, который не мог зачать малыша с женой. Горячая модель и ангел Виктория Эс Сикрет серьезно относится к двум вещам, своей карьере в мире моды и христианству. Лима, ревностная католичка, и чистота до брака для нее, это не просто слова. Самому Лене Кравицео не удалось соблазнить красотку. Музыкант был обручен с Лимой в 2002 году, но до свадьбы, а значит и до секса, дело так и не дошло. С детственностью Адриана расставалась в день всех влюбленных в 2009 году, в день свадьбы с баскетболистом Марко Яричем. Адриане тогда было 27 лет. Редактор субтитров А.Семкин